Всем привет! Меня слышно? Видно? Дайте обратную связь. Пока тебе плюс пускай. Так, все нормально слышно, да? Ага, отлично. Тогда все эти претензации поставлю и начну. Еще раз всем здравствуйте. Спасибо, что сегодня пришли меня послушать. Есть ли сегодня у нас в Геннале новички? Что же, первый раз или второй раз на новички, которые только присоединились к нам? Есть ли сегодня у меня в Геннале? А так и единицы в Геннале. Так, тихо. Вроде я на максимально все поставила. Так, я поближе буду говорить и погромче стараюсь. Все, молодцы, у нас есть новички. Молодцы, что сегодня пришли. Это означает, что вы действительно хотите расти, зарабатывать, разобраться в сути проекта. И сегодня как раз таки я расскажу вам вообще, как изменил меня этот проект, как я живу в данный момент. Сегодняшняя тема «Стиль жизни» с проектом «Личлайф». Давайте сначала познакомимся. Меня зовут Карл Гашмаратова. Я из города Уискоминогорск. Мамочка в декрете. Мне 25 лет. Я в проекте уже почти уже два года. Да, вот скоро в феврале будет два года. В данный момент я нахожусь в закрытом звании директора. На картинке показана моя семья. У меня есть дочка, которая сейчас полтора годика. Я начинала, когда была беременна. Тогда пришла в этот проект. Меня позвала подруга. Тоже, конечно, я не говорю, что я сразу пришла. Я сначала наблюдала за ней. В какое-то время, да, где-то, если не вру, два-три месяца. А потом, когда я как раз собиралась в декретный отпуск, я знала, что я в декрете точно с ума сойду. Поэтому я все-таки решила пробовать. Потому что она мне сказала, что тут работаем только через интернет. И меня это привлекло. Мой спонсор Аштайва Гушак. Многие, наверное, знаете ее. Она и меня пригласила. И я согласилась. Я начала разобраться тут. И не пожалела. Потому что на сегодня есть результаты, которым могу я восхищаться. Небольшие, но есть. Кем я была до декрета? Я была мамочкой в декрете. И параллельно я еще работала в университете. Как и все, я тоже училась в школе. Потом поступила в университет. На бакалавр закончила с красным дипломом. Потом пошла, поступила в магистратуру. Также у меня красный диплом. Получается, сейчас у меня дома два красных диплома. Но почему-то, хоть и у меня были такие отличные результаты в учебе. Два красных диплома. Но мне эти дипломы не принесли те доходы, о котором я мечтаю. Потому что, наверное, вообще это смешная зарплата, да, 21 тысячи с высшим образованием. Я была лектором в университете. Преподавала, только лекции вела. И получила такую зарплату. Но я все-таки решила уйти. Потому что я, конечно, хотела жить лучше. Поэтому выбрала Ари Клейн. И начала развивать свой бизнес с нашим проектом. И на сегодня я являюсь индивидуальным предпринимателем. Растущим доходом от 50 тысяч рублей каждый месяц. Надеюсь, видно, да, изменения по мне. Потому что, наверное, внешне я не изменилась особо. Но изменилось мое мышление. Я начала общаться с позитивными людьми. И уже начала думать о другом стиле жизни, да. До проекта, конечно, сидела дома, да. Вистала, наблюдала за людьми, да. Думала, ой, как хорошо живут, да. Вот им повезло. У них там родители богатые. Или еще там, опять, нечестным трудом, да, не зарабатывают. Но после того, как я пришла в проект, я действительно изменилась на 360 градусов. То есть мое мышление изменилось. Потому что я уже представляла, я уже видела результаты наших лидеров, да. Они действительно зарабатывали. Они показывали очень лучшие результаты самые. Они путешествовали, они миллионами зарабатывали. И видя, смотря на них, я тоже решила, что я тоже могу так же заработать здесь. И я сделала правильный выбор. Вот хочу вам показать свою справку, да, об индивидуальном предпринимательстве. Что это означает? Это означает, что мы работаем на... Все у нас прозрачно, да, наша компания. Это доказывает, что мы, у нас наш бизнес легальный. Легальный бизнес, потому что у нас все официально, прозрачно. Все идет через индивидуальное предпринимательство. Компания нам начисляет деньги на наш расчетный счет в банке. У нас никаких киви кошельков, веб кошельков нет. Вот многие, когда вот с многими общаешься, да, с новичками, с кандидатами, они, вот когда им говоришь, дело дойдет про ИП, они боятся. Не знаю, почему боятся. Мне вот, когда мне говорили, что я буду открывать индивидуальный предпринимательство, я, наоборот, радовалась. Потому что вот таким вот всяким там веб кошелькам я не доверяю. Потому что вот если бы мне сказали, да, вот, какой-то киви кошелек в деньги, я бы, наверное, и не поверила. А тут все открыто, все прозрачно. Потому что уже индивидуальное предпринимательство, это же все законно, как положено, мы платим налоги. И благодаря этому, получается, у нас есть стаж идет, и мы работаем официально. Вот это мой доход. За 17 каталог еще не пришла ставка, вот я взяла за 16 каталог. Видите, да, тут с 13 января по 3 декабря, да, ровно за 3 недели я получила около 120 тысяч индивидуальный. Сидя дома, работая через интернет, никуда не выходя, там, никому не навязывая свой арифлейм, никому не продавая, зарабатывая такие деньги. Хотите так же зарабатывать? Это, наверное, я не говорю, что у меня такой крутой доход, да, но для мамочки в декрете мне кажется, это даже и неплохой доход. Потому что я, если бы продолжала работать в университете, мне кажется, я бы столько не заработала. Еще тем более за 3 недели. Тут, конечно, доходы очень большие, только о них нужно не только мечтать, да, а чтобы зарабатывать такие деньги, нужно работать, действовать. И давайте разберем, откуда же у нас все-таки деньги, да, за что нам компания платит деньги? Компания нам платит за организованный товарооборот. То есть ваша задача, компания организовать этот товарооборот, и компания вам возвращает от этого товарооборота от 3 до 22%. И когда мы говорим про товарооборот, все думают, да, ага, значит, надо продавать. Нет, продавать не надо. Но если вы хотите, по личному желанию можете продавать, конечно. Я не отрицаю, у меня есть, например, те люди, которые только продают. Им, например, вот, предлагаешь бизнес, да, им не нравится. Они не хотят строить бизнес, они просто продают. Есть и такие люди. Есть люди, которые нет возможности, да, покупать все для себя. Они тоже продают, но они строят бизнес. Вот таким образом, конечно, можно продавать. Мы никому не запрещаем, но мы зовем вас на бизнес без продаж. Что же нужно делать, да, чтобы добиться успехов в нашем бизнесе? Нужно выполнять вот эти 3 кита, да, как мы обычно называем. То есть 3 действия основные нужно выполнять в системе. Первое – это личное потребление, второе – рекрутирование, третье – обучение. Все уже знаете, да, многие. Вот новичкам скажу, что вот эти 3 кита, они связаны между собой так, что вот если какой-то пункт один будешь упускать или не выполнять, то у вас результата не будет. Такого, как вы хотите, результата не будет. Если хотите действительно за определенный срок выйти на какой-то определенный доход, то вам нужно вот эти 3 действия выполнять постоянно, каждый день, да, и в системе. То есть если вы будете потреблять продукцию и рекрутировать, но не обучаться, у вас не будет роста. Почему? Потому что если вы не будете обучаться, вы не будете, вы не сможете рекрутировать. То есть в обучениях мы вас учим и рекрутировать, да. Если будете просто потреблять продукцию, да, но не рекрутировать, опять-таки у вас не будет роста. А если будете просто рекрутировать и обучаться, но не покупать продукцию, компания вам за что должна платить? Правильно? Компания как-никак платит за товарооборот. То есть мы покупаем продукцию для себя, и компания за это же нам платит деньги. То есть основа проекта – это личное потребление. Вот эти товары, да, которые показаны на картинке маломоющих средств, скажите, вы все равно где-то их предлетаете. Правильно? Даже до реклейм вы покупали их в магазинах обычных. И вот эти, вот ваша задача, вот эти продукты должны покупать в своем интернет-магазине. Потому что каждому после регистрации создается личный кабинет в интернете. Вот через интернет заказываете то, что вам необходимо, да, вам доставляют на дом, либо через офис можете получить, либо через Каспочту. И получается от своего же товарооборота вы будете зарабатывать. Ваша задача – просто менять магазин. Смените магазин, и все. Те же продукты. Вот если, скажите, если бы у вас был ларек, вы где торговали мясом, вы бы пошли за мясом в другой соседний ларек. Скажите, вы бы не ходили, правильно, вы бы покупали у себя, делали бы покупку в своем ларке, да, тут же у себя покупали бы это мясо. Вот здесь то же самое. Просто вам нужно научиться взять, покупать все эти продукты в своем магазине. Только смотрите, от того, что вы получаете, покупаете только для себя, да, от этого вы получаете там небольшие проценты. Если хотите, чтобы у вас был процент большой, да, хотите побольше получить от товарооборота, то вы должны создавать сеть потребителей. То есть ваша задача – находить потребителей, да, и таким образом раскручивать свой интернет-магазин. Как этих людей будем находить? Мы их будем искать через интернет. То есть будем предлагать людям бизнес, а не продукцию, да, и люди, те люди, которые действительно настроены построить бизнес, зарабатывать тут, они уже будут покупать продукцию для себя. То есть вы покупаете, те люди, которые вы находили, тоже покупают, да, для себя. И получается, от этого в вашем интернет-магазине организовывается товарооборот. И от товарооборота компания вам платит деньги. Все обычно, все просто. Так, с личным потреблением мы разобрались. Давайте теперь второе действие – это обучение. Что входит в обучение? В обучение входят в вебинары. Это онлайн-занятие, да, где спикер будет говорить, так же вот, как я сегодня, да, говорю. И остальные будут слушать. Если будут вопросы, могут задавать в чате. Вебинары нужно обязательно посещать, потому что, как я уже говорила, тем более, если вы новичок, да, вам нужно сейчас каждый день посещать вебинары, чтобы научиться понять, разобраться в этих проектах. Следующее – это обучающие сайты. У каждого директора есть свой обучающий сайт. После того, как вы уже активируете свой бизнес, вам предоставляется обучение бесплатное, и вы будете проходить по этой инструкции обучение. Следующее – это WhatsApp-группы. Это наш инструмент для нашей работы, да. Мы все общаемся. Например, я лично работаю только через WhatsApp, да. Вся моя команда там в WhatsApp сидит. Это очень удобно. А кто-то, например, там есть чаты у кого-то в Скайпе. Кому как, где удобно, они там и работают. И следующее – это YouTube-каналы. Все наши обучения у нас в YouTube-канале. Ничего страшного. Сначала посмотрите в записях. Вот сегодня я провела, да, например, вебинар. Я записываю, потом я заливаю в YouTube, и вы можете уже найти там запись этого вебинара и посмотреть. И все, что необходимо, да, если вы что-то, например, хотите сделать, но не можете, да, даже вот элементарно, как сделать заказ, тоже у нас есть видеоинструкция в YouTube-канале. Вы можете найти, посмотреть, и по этой инструкции уже оформить свой заказ. И следующее действие – это приглашение людей в команду, то есть рекрутирование. Как я уже говорила, да, чтобы создать сеть потребителей, вам нужно научиться рекрутировать. Потому что если вы не будете рекрутировать, то у вас не будет команды, не будет структуры, естественно, у вас дохода тоже не будет. А рекрутируем мы где? Мы обычно рекрутируем в социальных сетях. Это Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. Где кому удобно, сами рекрутируйте. У нас есть обучение по всем соцсетям, да. Вы смотрите. Если вам удобно работать в Инстаграме, то берите, пожалуйста, делайте. Рекрутируйте. Далее, бесплатные доски объявлений. Кто, например, работает, да, кто не успевает в социальных сетях рекрутировать, они идут рекрутировать бесплатные доски объявлений. Это у нас, например, в Казахстане, ОЛИКС, АВИТО и другие соцсети. То есть бесплатные доски объявлений. Вот идут туда, например, один раз подали объявление, там где-то штук 10, и все, потом вам будут идти люди пассивно, то есть пассивный рекрутир. Следующий – это теплый круг. То есть это ваши знакомые все. Вы просто будете им говорить тоже про бизнес, приглашать их в бизнес, и таким образом будете рекрутировать. И последний – это личный бренд. Мы развиваем личный бренд. По личному бренду у нас есть отдельные шепинары. Вы можете там полностью ознакомиться и посмотреть. На этом я долго не буду останавливаться. Обратите внимание на лестницу успеха реклейн. Все вот, когда приходите, мы говорим вам, вот, можете столько зарабатывать, можете от 100 тысяч, можете миллион зарабатывать, даже 10 миллионов в месяц. и все думают, откуда же такие деньги, да, как это, с неба же не падают. Конечно, вы должны сначала работать, создавать команду, структуру, да, организовать товарооборот, то есть и от товарооборота компания вам возвращает деньги. И вот, обратите внимание, здесь на лестнице успеха показаны все доходы, на каком уровне вы сколько можете зарабатывать. Начиная с уровня директора, компания выплачивает премии. По каждому закрытию, по закрытию звания, компания платит премии в долларах. Самые минимальные премии, это 1000 долларов, за закрытие звания директора, да, и самые максимальные, это миллион долларов. Это все реально. У нас уже есть люди, которые получили эту премию. Можете даже в интернете посмотреть, да, у нас с России, Танила Полежаева, вот она получила миллион долларов. Закрытие звания бриллиантового президента. Как видите, у нас доход не ограничен. Вы можете зарабатывать столько, сколько хотите. Вам просто для этого нужно заходить сначала, а потом уже действовать. Вот в нашей команде на сегодня, да, самый максимальный уровень, это золотой исполнительный директор. Вот по закрытию золотого исполнительного директора получает премию в 30 тысяч долларов. У нас вот наш основатель проекта Анна Черна уже получила эту премию. И вот на данный момент тоже можете посмотреть лестница успеха, сколько она зарабатывает каждые три недели. Вот хотела вам показать вот эту картинку, да, почему мы сделали это специально для новичков, чтобы они могли увидеть наглядно свой рост. то есть вы, например, пришли, да, пока разбираетесь, смотрите, как нужно тут расти, да, как быстрее можно зарабатывать. Если вы, например, каждый каталог будете приводить хотя бы как минимум по два активных партнера, вы можете вырасти по этой таблице всего там за 7 каталогов стать старшим золотым директором и уже зарабатывать неплохие деньги. Конечно, это мы показываем, как, ну, показываем, что может вырасти вот по этой таблице, да. Кто-то действительно хочет, например, у меня уже девочка вот в прошлом каталоге пришла, я ей показала эту таблицу, даже я особо не объясняла ей, но она уже сидит, у нее желание, да, она хочет каждый каталог делать новые уровни и вырасти по этой таблице. Если вы будете смотреть на эту таблицу, да, и ничего тут сложного нет, вам нужно находить по два активных партнера, да, и каждый каталог, чтобы они делали по 150 бонусных фау, плюс еще их тоже научить, чтобы они тоже приводили по два активных партнера. Все, таким образом, каждый каталог вы будете расти, то есть каждый каталог подняться на новые уровни и обратите внимание, с каждым каталогом, если вы будете расти по уровню, ваша объемная скидка тоже будет расти. Например, сегодня я, на сегодня моя объемная скидка составляет 65%, то есть компания выплачивает 65%, остальное я сама получу. Например, я покупаю там продукты на где-то 35 тысяч генг, 25 тысяч оплачивает компания, да, остальное, то есть где-то 20-22, а где-то 12,5 плачу я сама. Видите, как выгодно. Поэтому стремитесь к такому росту, чтобы каждый каталог выходили на новые уровни. И куда же начисляются те деньги, которые вы заработали? Я уже говорила, да, пока, начиная с уровня 3%, у вас для тех, кто делает 150 бонусных баллов, начисляет компания объемную скидку. Каждый каталог, например, оно у вас будет выходить объемная скидка, пока оно у вас будет уходить на заказы, а уже начиная где-то с уровня 15%, оно у вас начинает копиться. То есть вы какую-то часть потратили на покупку продукции, остальное у вас будут лежать на счету. То есть когда уже вы уходите на уровень 18%, 22% оформляете ИП, идете, открываете счет, в банке и получаете эти деньги. Компания наша официально зарегистрирована в 63 странах. То есть если вы знаете язык, пожалуйста, идите в ходь, в какую страну вы можете там работать. Открываете просто международное спонсирование и работаете. Работаем мы исключительно в правовом поле. Я уже говорила, да, все у нас законно. Доход начисляется на расчетный счет в банке, индивидуального предпринимателя. вы можете открыть счет в любом банке. Полный соцпакет. То есть сейчас я, например, да, сижу дома в рекламном опуске, да, у меня индивидуальное предпринимательство, и у меня в данный момент идет стаж. Потому что я, как положено, выплачиваю налоги, пенсионные и соцсетные. Налоги у нас в Казахстане 3% всего от нашего дохода, да. Это вообще, можно сказать, копейки рядом с теми доходами, которые мы зарабатываем. Вот таким образом у нас начисляются деньги. Обратите на эту картинку внимание. Много раз уже показывали, да, но не перестаем все равно показывать, потому что многие живут по этому шаблону государства. Правильно? Как у нас обычно проходит, да, вот ребенок родился, исполнилось ему 3 года, отдаем его в садик, потом школа, институт, и всегда говорим, да, вот хорошо будешь учиться, хорошо будешь зарабатывать. Но на самом деле это не так, оказывается. Вот это я сама живой пример, да, я училась, хорошо я была отличником, но почему-то все это, моя учеба, да, мое знание не принес мне такого дохода, о котором я мечтала. после того, как закончили институт, устраивайтесь на работу, если у вас есть там крутые дядьки, то можно еще устроиться, да, на работу с хорошим доходом, если нет, придется работать на мизерную зарплату. и там работаете, работаете, лет через 50 уходите на пенсию и получаете также мизерную пенсию. Еще, если у вас есть накопленная сумма, то получаете пенсию, да, сейчас у нас по закону так, если у вас нету никаких накоплений, то вы ничего не получите. Поэтому все равно я вас призываю присмотреться к другим возможностям. То есть сейчас 21 век, век интернета, правильно? И через интернет можно работать, и работая можно добиться много чего. Вот хочу задать вам такой вопрос. Вот такой стиль жизни вам подошел бы? Скажите, карьерный рост, свободный график работы, 17 зарплат в году, финансовая стабильность и общение с позитивными людьми. У нас в Арифлейн все это реально. Вот мы получаем даже не 12 раз, да, зарплату, а 17 раз. Почему? Потому что компания нам выплачивает каждые 3 недели зарплату. Каталог длится всего 3 недели. И, соответственно, зарплата тоже. Вы можете путешествовать 4 раза в год. 4 раза. Это, например, у нас 4 конференции проходят, да, каждый год. Менеджерская, золотая, бриллиантовая, исполнительная. Вот можете на уровне исполнительного директора вы уже каждый год будете от компании бесплатно отдыхать. Понимаете? Вот в этом году у нас, например, вот наш лидер Лена Туганова, она поедет уже на следующей неделе в Майами на бриллиантовую конференцию. Круто, да? И еще с уровня бриллиантового директора дают две путевки, а не один. И на уровне уже исполнительного директора четыре путевки. Представляете, вы с семьей можете ездить, отдохнуть абсолютно бесплатно. Поэтому мечтайте. Если хотите, чтобы эти мечты осуществились, то работайте в действительности. Только благодаря своим действиям вы можете добиться тут успехов. Так, по теории у меня все. Давайте теперь я расскажу вам, чего я добилась, да, какие у меня успехи, что у меня произошло, да, за этот год, за прошлый год. Я первый раз в шестнадцатом году ездила на банкете директоров. Первый раз встретилась с нашими партнерами, с которыми общаемся через интернет, да, почти год мы общались. Но вот на банкете директоров мы первый раз встретились со многими. Потому что до банкета я, например, не ходила ни на БНВ, ни на какую встречу, да, хотя у нас ходила, и в Астане, в Алмате не было возможности. И вот мы ездили на банкете директоров в Алмату, и мы с директорами сняли вот такой огромный коттедж, тракотажный. И там жили три дня. Там был бассейн, спауна, всё-всё было. И всё это стало реальностью. Я бы, сидя дома, не могла бы мечтать о таком. Не то что мечтать, да, я бы не могла просто позволить себе. Потому что где бы у меня взять деньги, да, на такой отдых, да, вот даже вот мы отдохнули там три дня. Это было очень круто. Даже не представляете. И там же я увидела своих лидеров, да, Вену Туганову, Илону Сухарукову. Кстати, она с мужем, они прилетели специально на наш банкет директоров. И всех мы вживую там увидели. И это было незабываемо. На следующий день мы были на банкете директоров. У нас банкет директоров проходил в роскошном отеле Royal Tulip в пятизвёздочном. Просто роскошный отель, словами не передать, потому что я уже эмоции чувствую. Ну, нас чествовали на сцене. Стоишь, да, всех приглашают, дают чеки, вот эти чеки, вручали нам, да, я под закрытие звание получила премию тысячи долларов. И именно на сцене нам вручали эти чеки. Выходили, там стояли, нас фотографировали, да, мы в красивых платьях. Кстати, на банкете директоров мы приехали на лимузине. Ну, там встали, как принцессы. Всё-всё было для нас. Стул был ещё шикарнее, да, тоже были фотографии, но я, если честно, не нашла, но хотела показать. Они есть на наших страничках, можете посмотреть. Ну, также для нас выступали звёзды. Группа «Нана». Также, если я уже не забыла, группа «ФМ», кажется, девочки пели. Было всё супер. Поэтому обязательно тоже ставьте цели, лежайте на банкете директоров. Закрывайте побыстрее звание минимума директора, и уже с уровня директора вы будете квалифицироваться на банкете директоров. Вот видите, да, на картинке у нас такая вот огромная команда. Кстати, обратите внимание, тут уж в 15-м году с нашей командой ездили на банкете директоров всего 5 человек, а в 16-м году их уже стало в 5-6 раз больше. Видите, какая огромная команда? Вот мы так делали такие красивые фотографии. Всё это тоже можете посмотреть на наших страничках. Что же ещё изменилось? Новости жизни. Я ездила первый раз на путешествия. Бесплатно, за счёт компании. Мы ездили в город Сочи в прошлом году, в сентябре. Это был незабываемый опыт. Я первый раз увидела море. До этого у меня была мечта всегда увидеть море. У нас в начале поездка была, когда объявляли конференцию, менеджерская конференция должна была проходить в Анталии. А потом нас перенесли, и мы проходили в Сочи. Да, квалификация. У меня было такое желание. Кровь из носа я должна была попасть на эту конференцию и поехать. Во первой волне я не проходила. Но я всё-таки... Вот помню я девчатам... У нас есть платье, например, в клубе тропиканка, жёлтое. Вот я купила себе это платье. Потом пошла, сфотографировалась. И девчатам скинула в чат. Я говорю, всё уже, все прошли, да? По первой волне в Сочи. Я не прошла. Потом говорю девчатам, в чатах говорю, может, какое-то чудо произойдёт? И я всё равно пройду эту квалификацию. И знаете, я прошла. Во вторую волне я работала. Я очень много работала. Я всё-таки добилась своего. Я очень рада нашему проекту, что предоставляет нам такие возможности. Поэтому мечтайте, мечты сбываются. Обязательно сбываются они. И вот это тоже картинки, да, мы отдохнули в Сочи. Мы, кстати, поднимались на гору в розовкутор, да, потому что у нас был свободный день. Мы там были 4 дня. Компания всё организовала, да, у нас по приезду, у нас всё было прям чётко по расписанию, да. И нам дали один день. Свободный день был. Мы тогда вот с девчатами ездили. Поднимались на гору, там, от уровня моря на 2350 метров. Прямо на вершину. Там было видно облако. Даже у меня вот на канале есть, я там снимала видео для своей команды, да. Можете посмотреть тоже. И у нас, для нас ещё был ужин. Да, ужин проходил в Адлера-арене, где победители зимней олимпиады там награждали, да. Вот там на 4,5 тысячи человек проходил шикарный ужин. Шикарный банкет. Там также вручали, да, на сцене. Дарили чеки нашим лидерам. Выходили там наши лидеры на сцену. И я тоже поставила себе чек, да. Вот на следующей конференции тоже я буду выходить на сцену. Мне тоже будут вручать на такой большой цене чеки. И также ещё первый раз я села на открытую канатную дорогу. Тоже вот картинку я сегодня хотела вам показать. Это был такой адреналин. Ну, у нас в Казахстане, если честно, я не знаю, есть или нет, но я ни разу не села. И на конференцию в Сочи у нас из Казахстана квалифицировались 33 лидера. Видите, какая огромная команда была у нас? Не два, да, там, не три, не десять человек, а целых 33 человека. Это было действительно круто. Столько единомышленников, да, столько лидеров, с которыми ты общаешься, ты общаешься, да, и ещё ездишь на отдых вместе. Что же ещё изменилось в нашей жизни, да? Вот мы отмечали в прошлом году в годик нашей малышки, да, в кафешке, так же, как и мечтали. Наверное, если бы я не работала в этом проекте, мы бы, наверное, не смогли позволить себе такой-то такой праздник шикарный. Я прям до каждой мелочи продумала всё. Сделали кэнди-бар. Вот когда я родила дочку, тоже у меня была мечта, да, хотели отметить рождение дочки, но тогда не было возможности. И тоже поставила себе цель, что я буду отмечать, да, даже хотела в ресторане, конечно, но в кафешке тоже мы неплохо отмечали. И заказала вот такой вот тортик, который мне очень нравилось, да, и вот этот только один тортик стоит около 20 тысяч денег. Если бы я работала в университете, я бы могла только тортик купить на свою зарплату, да, а на остальное я бы, наверное, не смогла провести, да, такой шикарный праздник. И, конечно же, мы первый раз ездили вот в прошлом году летом на отдых. Это, можно сказать, действительно заслуженный отдых, потому что вот я живу в городе Ускаменогорске уже 8 лет, и мы ни разу не ездили на отдых, честно говоря. Может, и, не знаю, может, и времени не было, да, но действительно возможностей не было, потому что всё равно же это же тоже деньги, да, чтобы ездить даже на такой отдых нужно иметь неплохой финанс. И в этом году мы не думали долго. После того, как отметили день рождения дочки, сразу же на следующий день поехали в Бухтарму целых на 3 дня. Тоже там снимали, да, домик. И там от души отдохнули. И это тоже была моя мечта, да, отдохнуть с семьёй. И это тоже сбылось в нашем проекте. Что я получила? Я получила огромную любимую команду единомышленных с разных стран и городов. Вы знаете, да, мы работаем не только с Казахстаном, да и с Россией, Украиной, Молдовой, Беларуси. И у нас есть партнёры со всех стран, и мы можем с ними общаться в любое время, когда захотим, да, по скайпу там, пообщаться там по WhatsApp. Я очень рада, что у нас есть такие позитивные люди, такая огромная команда. Также я ездила на банкете ректоров, на путешествию за счёт компании, получила признание от компании. И самое главное я получила от родных, от бывших коллег, которые мне когда-то говорили, ой, Арифейм Лохатрон, что ты там делаешь? Конечно, многие будут говорить, мы все через это вошли, но когда уже у меня был, я показала результат свой, они уже начали доверять, уже начали по-другому относиться ко мне. Поэтому побыстрее делайте свой результат и убеждайте своих родственников, которые всегда вам будут мешать, будут говорить. Прокажите им, что тут реально зарабатывают. И это, конечно же, личностное саморазвитие. У нас проходят различные тренинги. Я, если честно, до проекта не читала литературы. Вот поверьте, я не читала. Вот как я пришла в проект, у нас проходят различные марафоны, и там дают задание, читайте вот эту литературу. И у меня уже появился интерес, я читаю постоянно. не для того, чтобы, да, там, просто не за того, что мне делать нечего, а для того, чтобы развиваться, чтобы действительно стать литером для своей команды. Получила свободный стиль жизни. Я могу в любое время поехать, куда захочу. Мне не надо ни у кого отпрашиваться, не надо там писать и содержание, да, получить этот путь. Я сижу дома, я сама себе хозяйка, сама знаю, куда и куда захочу, могу туда поехать. Всегда рядом с семьёй, с ребёнком, с мужем. Это тоже, наверное, самое главное, да, в жизни женщины. Потому что, когда вот работаешь в основной работе, да, всё равно будешь открываться, да, ты днём на работе, вечером приходишь домой, там, ничего не успеваешь. А тут сидишь дома, когда захотел, когда и работал, да, когда захотел, уделяешь время семье своей. И, конечно же, это неограниченный доход. Как я уже вам показала, это по нашей лестнице успехов. Вы можете зарабатывать столько, сколько хотите. У нас доход неограниченный. Вы можете зарабатывать и миллион долларов, и ещё больше. И что я вам хочу сказать? Верьте в себя, создайте сами свои будущие. Думайте позитивно всегда. Будьте собой, помогайте другим и не бойтесь успеха. Успех вам обязательно придёт, если вы будете притягивать его к себе и в этом направлении, если будете идти и работать. Мне на этом всё. Если есть вопросы, задавайте. Как вам нравится с нашим проектом зарабатывать? Ой, спасибо, Дина, ты тоже пришла меня послушать. Спасибо всем большое. Ну что ж, желаю всем успехов, чтобы скорее у всех сбылись все мечты, о чём вы мечтаете, да? Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok